11 утра в Украине. Здравствуйте, это новости на ЮАИ-ТВ в студии Наталья Гаврилова. На Донбассе снова горячо. Один боец получил ранение и был доставлен в больницу Днепра, сообщает Радио Свобода. Однако в штабе объединенных сил эту информацию не подтверждают. Российские оккупанты 12 раз за последние сутки открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы зафиксировали возле Гнутова, Павлополя, Пищевика, а также Водяного, Опытного, Авдеевки и Пивденного. Били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Бойцы объединенных сил придерживаются режима прекращения огня. Своё 30-летие он встречает в Италии за решеткой. Виталий Маркев отмечает уже третий день рождения в тюрьме, после того, как его приговорили к 24-м годам лишения свободы за причастность к убийству итальянского журналиста и его переводчика на Донбассе в 2014 году. Украинцы присылают Виталию письма с поздравлениями и в соцсетях публикуют посты со словами поддержки. Подробности в сюжете Анжела Лешко. Уже третий день рождения нацгвардеец Виталий Маркев встречает за решеткой. Поздравления от семьи и друзей принимает только в письмах и телефонных звонках. 12 июля после двух лет разбирательств суд города Павии приговорил Маркева к 24-м годам тюрьмы за убийство итальянского журналиста. Доказательства, на которых основывался вердикт, суд не обнародовал до сих пор. Маркева обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Ракелли и его переводчика Андреа Миронова. Они погибли во время минометного обстрела под Славянском в 2014 году на территории в то время подконтрольной пророссийским террористом. Вместе с Ракелли и Мироновым был французский журналист Вильям Рагеллон. Он был тяжело ранен, выжил и стал главным свидетелем обвинения по делу Маркева. При этом итальянские правоохранители на месте происшествия не были и собственного расследования не провели. Еще в 2014 году он говорил о том, что не знает, с какой стороны стреляли. Но уже в 2016-2017 уверял, стреляла украинская армия. Когда Рагеллона спрашивали о доказательствах, он говорил, «Я вышел и увидел сепаратистов. Они в меня не стреляли, значит, стреляли украинцы». То есть этот весь процесс базируется на личных мнениях, без каких-либо доказательств причастности Маркева. После оглашения приговора люди начали выходить на протесты и бойкотировать итальянские посольства в десятках стран. Фотографии с плакатами «Ятеж» Виталий Маркев публиковали жители Украины, Ирландии, Италии, Великобритании, Франции и других государств. Украинцы в Италии запустили сайт, где рассказывают все детали о деле Виталия Маркева. Сайт будет координировать деятельность всех общин и всех желающих поддержать Виталия. На этом сайте будет достоверная информация о деле. Там же будет календарь акций в поддержку Виталия. Такие демонстрации планируем организовывать минимум раз в месяц в Милане, так как именно там пройдет заседание апелляционного суда. Апелляцию адвокаты Маркева смогут подать в ноябре после публикации мотивировочной части приговора. Суд в Милане рассмотрит обжалование приговора в начале 2020-го. Там уже будут профессиональные судьи, уже не будет присяжных. Есть надежда, что в этой второй инстанции все-таки суд примет во внимание аргументы защиты, которые проигнорировали. Своё решение апелляционный суд Милана должен вынести весной следующего года. Адвокаты украинца утверждают, сделают все возможное, чтобы доказать невиновность Виталия и добиться его оправдания. Анжела Решко, UATV. Прививки от кремлевской пропаганды для одесситов. Во всяком случае, именно такой эффект обещают организаторы социального квеста «Пропагандариум». Вначале участник квеста смотрит российские новости, где телеведущие рассуждают об Украине. Затем проходит мастер-класс по медиаграмотности, смотрит фильм и узнает, как распознать фейк-новость и верит ли данному СМИ. Цель в шутливой форме – привить украинцев от российской пропаганды и показать типичную ложь об Украине, которую российские журналисты пытаются преподнести миру. В первую очередь, это неправдивая информация о войне на востоке Украины. Вы здесь видите музей пропаганды. В первой комнате проходит инфицирование тех, кто смотрит новости из российских средств массовой информации. Все посетители проходят тест, а потом им измеряют количество киселевых в крови. После того, как они в течение 5-7 минут послушают или почитают новости на российских телеканалах и других средств массовой информации. Во второй комнате проходит лечение. И вот свежий пример информационной провокации. Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что сборная Ирана по легкой атлетике проведет сбор в аннексированном Крыму, ссылаясь на президента так называемого Крымского футбольного союза Юрия Витоху. Министерство иностранных дел Украины за разъяснениями обратилось в посольство Ирана. Там ответили, что подготовка иранских спортсменов в оккупированном Крыму не предусмотрена. Иранская сторона выразила уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Это подтвердила Федерация легкой атлетики Ирана. МИД и посольство Украины в Иране проведут тщательную проверку этой информации и ее правдоподобности. Суд по делу Бекирова перенесли. Из-за сильных болей в спине крымско-татарский активист не смог участвовать в заседании оккупационного Верховного суда Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По той же причине накануне он не смог встретиться со своим адвокатом. На суде оккупанты должны решить, отправить ли дело Бекирова в Красноперекопск или оставить в Симферополе. Людмила Денисова призывает Международное общество спасти Эдема Бекирова, поскольку этапирование может ухудшить состояние крымчанина. Эдема Бекирова российские силовики задержали в декабре 2018 года на въезде в Крым. Его обвиняют в хранении взрывчатки. У крымско-татарского активиста инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний. Экономика Украины растет. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно данным издания, украинский ВВП вырос на 4,6 по сравнению с прошлогодним. По мнению агентства, это высокий показатель. И главное для Киева – сохранить устойчивый рост экономики. Важные факторы для этого – низкий уровень инфляции, а также прозрачная монетарная и фиксальная политика. С этими вопросами, по мнению экспертов, сейчас и нужно разобраться президенту Владимиру Зеленскому. Защитой ветеранов в парламенте теперь не будет заниматься отдельный комитет. Ими займется специальная комиссия и комитет по вопросам социальной политики. Так решили новоизбранные депутаты на заседании подготовительной группы. Всего количество комитетов Верховной Рады теперь сократили с 27 до 23. Но полномочия их расширят. Информационной политикой будет заниматься комитет по гуманитарной политике, который охватит еще и государственную стратегию, евроинтеграцию и вещание на оккупированные территории. За это депутаты будут голосовать на следующем заседании. Это неправильно. Вот эта традиция, когда под каждую персону создавался комитет. Красиво назывался, но человек не занимался вверенными вопросами. Мы решили поменять подход и пошли по направлениям, которые необходимо развивать, чтобы у нас были серьезные полноценные комитеты с нормальной работой. Золотая рыбка, исполняющая желание, появилась в Днепре. Волонтеры восстановили старую рельефную стену на одном из центральных проспектов города. Почти полвека назад ее создал местный скульптор. Водоросли, волны, петухи и рыбки были ярко раскрашены, но со временем краски выгорели, а отдельные элементы разрушились. Реставрировать арт-объект взялись два десятка волонтеров. Работали больше месяца. Вся композиция теперь в бело-черных тонах и только одну рыбку украсили тонким листом металла золотистого цвета. Инициаторы проекта уверяют, эта рыбка волшебная и исполняет желание. Нужно прикоснуться к ее золотой голове и телепатически, как бы через руку, послать свое желание. Ну и она обязательно его исполнит. Единственное, что нужно немножечко тоже в сторону своего желания – двигаться и работать. Первое, с чем нам пришлось столкнуться – расчистить здесь территорию. Здесь было много сорняков, не делали цветник много лет. Все поросло. Корни разрушили плиты, которые здесь были, и люди разрушили остальное. Поэтому много лет это место было в запущенном состоянии. Французский спайдермен забрался на небоскреб в Гонконге. На здание высотой в 62 этажа Ален Робер поднялся, чтобы повесить на нем полотно. Рисунок – это флаги Китая и Гонконга, а внизу – рукопожатие. Это призыв француза к местным властям услышать людей и мирно договориться с демонстрантами. Более двух месяцев в Гонконге не утихают протесты. Поводом стал закон об экстрадиции. Он разрешает выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям Китая. Из-за массовых протестов законопроект отложили, но окончательно не отозвали. Люди уже требуют отставки правительства. Больше интересных новостей есть на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала uatv.ua. На эту минуту у меня все. Следующий выпуск на русском языке менее чем через два часа. Увидимся вскоре. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова